Некоторые населенные пункты России были названы так, будто об их названии и вовсе не заморачивались. Время идет, а забавные названия сохранились. И некоторые из них привлекают внимание настолько, что в России даже появился конкурс на самое смешное название. А куда бы отправились вы? В новую жизнь, на Марс или в морозилку? Поселок Новая жизнь и хутор Веселая жизнь. Если очень хочется начать новую жизнь, а понедельник еще не скоро, можно поехать в поселок Новая жизнь и начать жить по-новому там. Таких поселков в России несколько. Один в Липецкой области, второй в Воронежской, есть также в Буденовском районе в Ставропольском крае. Первый получил такое название из-за колхоза с таким же названием. Люди хотели подчеркнуть название «Все новое, что принесла Октябрьская революция». Однако в поселке до сих пор есть своя поговорка, гласящая «новая жизнь со старыми законами». Если же вам не хватает веселья, то посетите хутор Веселая жизнь в Краснодарском крае. Здесь две улицы, Северная и Южная. Не сильно заморачивались. Количество проживающих в последний раз было 367 человек. Хутору удалось засветиться в музыкальной индустрии на обложке альбома Веселая жизнь. Группы Умка и Броневик. Но пока с открытием границ много неясностей, то в Париж и Венецию махнуть все равно можно. Париж – село в Челябинской области. Здесь есть даже местная Эйфелева башня. Это вышка сотовой связи, открытая 24 июня 2005 года. Она меньше оригинала в 6 раз. Касательно истории названия – все просто. Такое французское название село получило в честь настоящего Парижа. Так же, как и ряд других поселков Южного Урала. Среди них есть еще и Лейпциг с Берлином. Все эти названия были даны в честь побед русских войск в странах Европы в 1799 и 1813 годах. Венеция – коттеджный поселок в Приморском крае, расположенный в 20 километрах от города Находка, вблизи поселка Волчанец. Поселок также имеет задумку своей итальянской сестры, разве что располагается на берегу Тихого океана. Люди, проживающие в поселке, имеют доступ к личному пирсу с возможностью выхода в воду на лодке или яхте. Есть возможность и порыбачить, и просто прекрасно провести время на природе. Деревня Йозефовка. В РФ существует всего два населенных пункта, названия которых начинаются на «Е». Это Йошкар-Ола и деревня Йозефовка. В Смоленской области России. Уверен, что про вторую вы ничего не слышали. Во время последней переписи населения в Йозефовке было аж 299 жителей. Но здесь есть и средняя школа, и дом культуры, магазины, частное предприятие по разведению перепелов, медпункт, библиотека, сельхозоператив «Союз». Едем дальше. Село Мутный материк. Мутный материк – село в республике Коми на реке Печора у устья реки Мутная. В 2020 году село вошло в список населенных поселков с самым смешным названием. По словам местных, изюминкой является даже скорее не название, а удаленность. Село официально считается частью города Усинск. При этом расстояние до города нефтяников составляет почти 300 километров. Мутный материк – самый отдаленный пригород на северо-западе, а может даже и во всей стране. Чтобы добраться до Усинска, придется потрястись в автобусе 6-7 часов, а также заплатить за билет около 700 рублей. Но это самый дешевый способ добраться до города. Есть вариант дороже. Теплоход летом и в любое время. Вертолет за 2500 рублей в один конец. Вертолет также способ передвижения для медиков, так как узких специалистов в селе нет. В экстренных ситуациях за пациентом прилетает санавиация, в том числе при родах. Деревня Хомяки. Это деревня с названием в честь самых популярных питомцев детства, не единственная в стране. Одна находится в Одинцовском районе Московской области, а вторая в Смоленской области. Однако последние данные касательно статистики населения были давно. Данные о проживающих в Хомяках Московской области были зарегистрированы аж в 2006 году. Тогда там проживало всего 19 человек. Улиц здесь тоже немного. Центральная, зеленая и прудная. В 1852 году жителей домов тут было гораздо больше. 21 твор, 58 мужчин, 74 женщины. Данные о жителях смоленских Хомяков были зарегистрированы в 2007 году. И там было всего три проживающих. Бухалово. А, пардон. Бухалово. Это деревня, один из лидеров борьбы за самое смешное название. Фотографии с указателем делают все, кто был здесь хотя бы проездом. Кстати, как бы не хотелось название произнести с ударением на второй слог, правильно все-таки на первый. Версий происхождения такого названия несколько. По одной, если обратиться к толкованию из словаря Даля, Бухать значит ухать, вопить, кричать. И название произошло оттуда. По другой версии, хотя они в какой-то степени взаимосвязаны, от названия Птицы, которая обитала в местных болотах. Выпь, она же Бухала. А деревня Бухала в Владимирской области расположена как раз около осушенного болота. Палево и другие забавные поселки на Дальнем Востоке. Палево – село в Сахалинской области, взявшее первое место в конкурсе «Российский населенный пункт» с самым смешным названием в 2019 году. Населенный пункт был основан в 1808-6 году на месте селения Палево, что означает «горное селение». По последним данным переписи населения, количество проживающих составляло 47 человек. Дальний Восток вообще богат на забавные названия. В рейтинге самых смешных названий находятся также населенные пункты «Верхний парень» и «Короли». Местные, однако, постоянно поправляют гостей, которые так и норовятся сказать «парень». Вместо «парень» правильно именно так. Это название реки, на которой и находится село. Населенный пункт «Короли» появился в 1902 году, когда на данную территорию приехали переселенцы и начали закладывать железную дорогу. Главным инженером был Королев. Номер восемь и «Морозилка». Миниатюрная деревня «Морозилка» в Архангельской области стала также известной на всю страну благодаря конкурсу на самое смешное название. Она не победила, но привлекла внимание журналистов и просто любопытных людей. По данным на 2019 год, в поселке официально проживают всего два пожилых мужчины, не считая тех, кто периодически приезжает погостить. По словам Ивана Викторовича, одного из проживающих, раньше в деревне был рыбоприемный пункт, и здесь построили большой так называемый ледник. Лед с озер свозили трактором и лошадьми. После того, как рыбу посолили, ее хранили тут же в леднике и морозили. Отсюда и появилось название деревни. Хреново! Оказывается, населенных пунктов с названием, отражающим состояние большинства россиян в утро понедельника, немало. Деревни с таким названием есть и во Владимирской области, и в Вологодской, и в Костромской, и в Ивановской области. И под номером 10 солнечная система в миниатюре. Деревня Марс и микрорайон Венера. Марс деревня в русском городском округе Подмосковья. Имеется несколько версий происхождения космического названия. Большинство склоняются к тому, что название получилось из меч советского человека стать космонавтом и развитие космической науки в 20-е годы прошлого века. По другой версии, деревня получила свое название из-за большого количества ухабов, которые похожи на марсианские кратеры. Еще один вариант. Марс был основан в середине 19 века богатым помещиком-астрономом, который был убежден, что Марс – самая загадочная и интересная планета. Кстати, раньше недалеко от Марса располагались и другие деревни с космическими названиями – Венера, Меркурий и Юпитер. Сейчас они все заброшены. Но зато в Липецке существует микрорайон Венера. Название осталось от сельскохозяйственного товарищества и поселка Венера в 1992 году, которые получили такое название в честь планеты. Тогда было время, когда в селе были распространены атеистические и естественно-научные знания, что и было отражено в названии. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк и нажать колокольчик. И, конечно, пишите в комментариях, какие смешные названия населенных пунктов, знаете вы и где они находятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!